Бережливое производство, ремонт больниц, а также проблемы живых очередей – это первостепенные вопросы, которые были заданы Андрею Прилуцкому. И на все он постарался ответить. По словам министра здравоохранения, сейчас в медицинские учреждения нашего города внедряется так называемая система бережливого производства. Она призвана избавить рязанские больницы от очередей. Однако технология не всегда работает исправно. Министр здравоохранения поспешил всех успокоить. Тех поликлиников, в которых отмечены существенные, скажем так, очереди, они еще не входят в проект бережливых поликлиник. На сегодняшний день у нас только 19 наших организаций вошли в этот проект. Это, ну, наверное, опорные такие – это седьмая детская поликлиника, шестая поликлиника, это Пряжк, Сасово, это детская поликлиника номер один, вот это больница Семашка. Андрей Перелудский удивил всех присутствующих тем фактом, что заместители и руководители правительства объезжают медицинские организации и смотрят на их работу изнутри. А затем идет разбор полетов. Такая практика дала свои результаты. За последние несколько лет, судя по опросам, удовлетворенность рязанцев оказанием медуслуг выросла с 30 до 70%. Однако, все еще есть над чем работать. Коснулись и темы ремонта помещений медорганизаций. Министр здравоохранения по Рязанской области рассказал, что впервые выделены деньги на отделку помещений. Правда, рязанцы это вряд ли заметят. Впервые за последние три года, ну, по крайней мере, за те годы, которые я руковожу здравоохранением в Рязанской области, выделены какие-то деньги на ремонт. 24 миллиона выделены на ремонт наших поликлиник. К сожалению, это будут ремонты. К сожалению, в каком плане? Что, опять же, жители их не всегда увидят. Так сказать, это ремонт, в первую очередь, крыш, чтобы не протекала, не подтекала коммуникация и прочих моментов. Реально могу сказать, поблагодарить губернатора, когда в приезд Владимиру Владимировичу мы получили 100 миллионов на ремонт, 22 миллиона на ремонт пойдет поликлиники номер 7, и 28 миллионов пойдет на ремонт поликлиники номер 6, и 60 миллионов, 57 миллионов на ремонт ОКБ. Планируются и реновации. Так, часть сердечно-сосудистого отделения кардиодиспансера перенесут в ОКБ. Это позволит немного разгрузить врачей. Также в городе появятся и новые медицинские аппараты. В этом году выделено 83 миллиона на приобретение оборудования для детских поликлиник, 47 миллионов на палеотивную помощь. В последние годы, по словам Андрея Прилуцкого, медицина в регионе активно развивается. Несколько лет назад Рязань находилась внизу рейтинга по показателям смертности от поражения органов дыхания. В настоящий момент ситуация кардинально изменилась. Это говорит о том, что в принципе, ну, как бы, что-то, так сказать, много, так сказать, еще проблем, много, так сказать, вопросов. Но, тем не менее, здравоохранение Рязанской области работает эффективно. Об этом не я говорю, об этом говорит высшая школа экономики. Стало лучше или хуже? Вероятно, это самый главный вопрос, на который ответил министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий. Правда, картина, которую рисуют статистические показатели, не всегда совпадают с реальностью. Последним вопросом на пресс-конференции стала тема, которая особенно остро стоит в последнее время. Машины неотложной помощи, которые едут на вызов по несколько часов, и врачи, которые отказывают госпитализации больным. Андрей Прилуцкий рассказал, что на 5000 рязанских врачей всегда есть несколько сотен, из-за которых и складывается такое негативное мнение о медицине в целом. И исправить ситуацию к лучшему – это, по словам министра, и есть главная задача. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».